Всем привет. Сегодня мы в новом для нас месте, а возможно и для вас. Это Синельниковский район, село Велика Александровка. Сегодня 11 ноября и мы вдвоем с сыном. Сразу хочется отметить, что людей здесь немного. Несмотря на то, что мы находимся сейчас недалеко от дороги основной, асфальтированной. Лес чистый здесь. Вот такое интересное растение. На нем был иней. Кстати, по дороге сюда мы увидели такую заураживающую и в то же время печальную картину. Степь, которая уходила в горизонт, была покрыта инеем. Значит грибной сезон подходит к концу. Это наш сегодня первенец. Масленочек молоденький. Вот и распочинились. Бугорочек. Масленок уже вижу. Показал со шляпкой. Это хорошее. Смотри. Говорят, вытирай Диму об траву, если у тебя рука занята. Всегда получается. Получилось. Очень много рядовочек. Вот серых, например. Пяточком растут гигрики. Гиграфоры. Сейчас я их соберу все. Мне нравятся эти грибы. Они хоть и хрупенькие, но очень вкусные. Разных размеров совсем маленькие трогать не стану. Сейчас выстрижем. Вот так достаточно. Надеюсь, сегодня еще попадутся такие на сковородку. Все чистенькие. Они часто тоже бывают червивыми. Нужно проверять. Я еще не встречал лес, где бы так часто по многу встречались гиграфоры. Вот даже кто-то раздавил целое семейство. Выживших мы соберем. Но это, конечно, вандализм. Акт вандализма. Может быть, местные просто не собирают эти грибы. Интересно. Я думаю, их и мариновать можно. Они не требуют никакой дополнительной обработки. Достаточно их вымыть. И можно приступать к жарке. Это поздние грибочки. Уже когда отойдут все благородные, то эти еще должны быть. Да, бери. Надо срезать. Вот так. Молодец. Складывай их себе. Да, вот уже руки мерзнут. По приезду сюда температуру показывал датчик 5 градусов. Может быть, поднимется еще на 5 к обеду. Но сегодня вообще дождь обещали к 11. Я уж думал, белый. Внушительных размеров хляпка. Да и приподнялся неплохо он над землей. Такой масленочек хороший. С Максимом отметили, какой идеальный мухомор. Хочется вам показать. Да, хороший. На толстой ножке. Правильной формы. Чуть-чуть глубже в лес зашли. И здесь уже сосны растут в перемешку с акацией. Однако, масленок встретился. Максима. А вот мой маленький. Сами акации лезть не будем. Далее идут сплошные акации. Но за ними верхушки сосен. Видно. Пройдем сейчас это место. Интересно, как растет этот мох островком. Темно-зеленый, да? Я еще одно такое место вижу. Так. Вот. Пройдя сквозь акации. Показалось кладбище. Да, кладбище. Я страшно. Не бойся, ты же с папой. Хотя я сам такой же. Мы таки вернулись к автомобилю и перешли на другую сторону дороги. Здесь лес красивый. Встретился нам дядечка там местный. Говорит. Тейхи было немного тех маслят. А сейчас уже потихоньку морозы опускаются под утро. И поэтому еще меньше стало. Ну вот мы решили перейти на другую сторону. Вот я издалека вижу какая красивая голова. А тут рядышком он еще помоложе. Экземплярчик. Тут лес, конечно, красивый на этой стороне, да? Здесь свободно. А там какие-то акации встречались. Я не люблю, когда акации встречаются. Ой. Чистенькие грибочки. Приятно ходить. Ну, здесь людей не меньше. И там встречались, и здесь, вот видите, ходят. Вот красная куртка, далеко видно. И у нас красная куртка. Чтоб, не дай бог, Максима не потерять. То, что здесь лес красивей, это много значит. Мы далеко проехали. Не только просто ради того, чтобы грибы собрать, но и насладиться пейзажами. Особенно тех мест, где мы еще не бывали. Красота. На вот этой противопожарной полосе мы наблюдаем множество следов. Как будто табун грибников пробежал. Максим сразу же возле полосы нашел себе масленок. Забирай. А я нашел себе. Вот прям классический грибочек. Но мне интересно то, что этот масленок больше похож на тот, который ранний, летний что ли, с молочком. Видите? Да, какие-то такие маслята здесь. интересные. С одной стороны, более старый лес. Видите, длинные сосны. А с другой, более молодой. Вот советуют все в более молодой идти. Если идти за маслятами. Так, где-то я тут видел пухо. Масленка. Вот она. Да, его никто не нашел давно. Он тут уже вылез. Я думаю, он старый. Он старый. Пусть уже почит здесь. Под лапы сосновые, Максим. Нужно заглядывать. И вот мы видим. Лес из молодых сосенок хорош, когда они не так густо засажены. Тут не пройти просто. И темно. Грибы такого не любят. Хотя вот, какой-то большой экземпляр. Но это масленок. И вон еще. Ну, я ошибался. Такое они любят. Ого. Где? Ого, большие. Вот, Диму, сейчас наберем Максимчик. Все думают так, что они такого не любят. А они любят. Ну, наверное, не так тут и темно, как я это разрисовал. Сейчас просто солнца нету. На небе спряталось. Уже начинает подзатягивать. Подзатягивать начинает. О. Это мои. А где твои? Да. Так. Максим опять забыл. Я ему давал нож. Он его оставил в машине. Ну, ничего. Я помогу тебе. Держи, сынок. Это твой большой экземпляр. Это твой большой экземпляр. Тут кто-то спрятался в бугорочке. А, это рядовка зеленая. Очень много рядовок. И серых, и зеленых. На любой цвет. Такие люди не напрехали. Нужно смотреть в молодом сосновнике. Пусть здесь и не так красиво, как там, где высокие сосны, но зато продуктивно. Посветлее участочек. И попадаются чаще. Конечно, прячутся. Все равно нужно проявить терпение. Напрячь взор. Однако есть. Видимо, кто-то здесь уже рылся и накрыл еще маленькими эти маслята. И посмотрите, какие большие. Они уже вымахали. Вот так вот маленькие прикрыл и людям оставил. Они подросли. И такая радость кому-то. Я тоже так делаю часто. Тут не увидели. Видно, наступили. Но они уже испортились. Интересно, что покромсали рядовочки. А такие большие маслята остались. Никто не заметил их. Вон еще один. Заканчивается молодой лес. И начинается более старый. Хочется и туда пройтись. А вдруг улыбнется удача и мы встретим беляша. Думал, уже под старой сосной беляшики ждут. А нет. Это маслята. Здесь серая рядовочка спряталась. А тут зеленая рядовочка. И рядом масленочек. Да? Угу. Вот так. Рядовочки, да. А я еще обратил внимание. Мы заезжали в само село. И там бабулька продавала уже замаринованные маслята. И свежие там, по-моему, в ведре у нее были. Да, Максим? Ты слышишь, как птичка поет? Ты слышишь, как птичка поет? Так-то смотришь, вроде нету нигде. А они в норках сидят. Вот таких, что страшно листы за ним. Чтоб ничего не вчеплилось. Небо затянуто уже. А сколько времени сейчас? Одиннадцать часов уже. Одиннадцать. Одиннадцать. Ровно. Да, как раз на это время обещали дождик. Ну, сейчас будет. Давай продвигаться к автомобилю. Я хочу еще посетить одно местечко. Наверное, поеду и зайдем на болотце. Это же для нас сюда ехать далеко. А людям здесь поблизости, по месту. Село рядом. Они пешком сюда ходят. Для них не составляет труда выбраться за мотлятами. Мы теперь просто знаем этот лес. Мне так хотелось побывать в Новоалександровском. Опять путаю. В Великой Александровском лесу. Вот и побывали. Лес преимущественно маслятный. Почему-то беляшей пока здесь не встретили. Маслят много. Вот гигрики ждут. Кто же их срежет? Скользкие. Макрушки. Это прямо на такой пятачок мы напали. Гиграфоры. Маслята. Еще видел. Вот. Кто-то сбил. В высокую траву даже лезть не хотелось. Однако зайдя сюда, мы видим с вами, что и здесь маслята любят расти. Вот они с молочком летние. Они светленькие такие, видите. Осенние опята, они же такие, ой, опята, говорю, маслята. Они же такие уже более темные, коричневые, шоколадные шляпки. Это как летние. Заметили? Максимка, держись. Еще чуть-чуть осталось. Сейчас же и занятия онлайн в компьютере. И досуг проводят онлайн. На улицу сам не выходит. Мы-то на работе постоянно. Страшно ж одного отпускать. Маленький еще. Поэтому вот такие вылазки, я считаю, это спасение просто. Пока погода хорошая, а то уже круги под глазами, да, от того компьютера. Не? Да, ну не. Уже подходим к трассе. Заключительный масленок в этом лесу. И переедем сейчас в другой. Это просто королевский. Большой. На тебе. Вот пока такой промежуточный результат. Максик, покажи. Ну что, нормально. Дорогие друзья, посмотрите, как испортилась погода. Я заехал на свою родину, на московский район. Максима оставил у бабушки. А сам, пользуясь случаем, решил проверить болотца. И смотрите, я только зашел, подошел к болотцу. Сколько козлят. Для любителей этих грибов. Посмотрите, это просто клондайк. Вот это все усеяно козлятами. Они уже старые. Есть и молодые экземпляры. Ну, я эти грибы. Не то, чтобы не очень люблю. Я их не люблю. Я их не люблю, потому что они жестковаты, на мой взгляд. И какие-то безвкусные. Сейчас будем искать что-нибудь получше. Близи болота у подножья дуба. Да, это дуб. Мы видим с вами какой-то гриб. Очень похож на белый. Возможно, это поддубовик. Он небольшой, поэтому тяжело определить. Но явно какой-то благородный. Я все настраиваю зрение на подосиновик. Подосиновика пока не увидел. Но зато оказалась шляпка беляша. Белый гриб березовый рядом с березой. Без беленького я сегодня не останусь. Это уже радует. А в соснах почему-то ни одного не увидел. Настроение поднялось. Я уже такие рады. Такие рады. Видите, я даже перзинку не выкладывал из нее ничего. В машине. Думаю, доберу уже. Подосиновик по-прежнему отсутствует. Зато я увидел что-то типа подберезовика. Идем ближе. Посмотрим. Это действительно подберезовик. Но он уже, видите, погрызла мышь его. Вот он остается здесь. Он крайне плохо выглядит. Сегодня темнеет даже раньше. Потому что погода пасмурная. Поэтому, я думаю, будем мы выбираться из болотистой местности. Посмотрите. Вон болотистая местность. А вот уже мы выбираем. Здесь столько маслят. Вот. Ну это уже старый. И вон такие шлопаки. Ну вот. С этих найденных у болотца маслят уже практически полная корзинка. Ну а болотцу спасибо за беляша. Низкий поклон, так сказать. Видимо. Не только болотцу спасибо за беляша. Ну и. Не знаю. Соснам этим, наверное. Красавец какой. Березовый. Или этим. Ну вот. Судя по шляпке, это березовый белый. Есть здесь и березки небольшие. И в двух шагах. Сейчас подлохматимся. Маслятами. Как говорит мой сынок. Масленками. Тремя. Я думаю, нужно было ехать сразу в этот лес. Но зато теперь кто-то скажет. Дмитрий. А был ли ты в Великой Александровке? И я скажу, был. Хорошие. Просто полюбуйтесь на это чудо. Какие танки. Маслята. Белоногие. И такие толстые. Я бы сказал, жирные. Видите, какое тяжелое осеннее, как говорят, свинцовое небо. И какой излучающий радость я. Все потому, что наконец-то насобирал полную корзину грибов. До новых встреч, друзья. До новой грибалочки. Всем пока. Удачи. Жду от вас комментарий. Лайк. Подписку. До свидания. А Катюшке предстоит сегодня потрудиться. Тебя огонь. Пока. Все за счет.